Это программа «День с толком» в студии Андрей Дреер. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Город разделился. Что школьники, чиновники и родители думают о гибели рубцовской лицеистки? Вакцина «Эпиваккорона» пришла на Алтай. Почему барнаульцы ее очень ждали, а некоторые эксперты в ней сомневаются. Ученый с мировым именем академик, почетный житель Геннадию Саковичу 90 лет. Барнаульцы сообщают, что в квартирах стало холоднее. Порядка 30 обращений поступило в диспетчерские службы после ЧП на ТЭЦ-2. По словам специалистов СГК, все заявки по домам уже отработаны. Нормативных нарушений по ним не выявлено. Впрочем, как и по социальным объектам. Об этом сегодня на заседании городского оперштаба доложили уже представители регионального Минздрава и Комитета по образованию барнаула. Школы, детсады и медицинские учреждения работают в штатном режиме. Правда, накануне родителям детсадовцев в чатах предлагали одевать детей потеплее. На всякий случай. Вячеслав Франк, глава Барнаула, поручил продолжить регулярный мониторинг теплоснабжения. Напомним, 11 апреля на барнаульской ТЭЦ-2 рухнула труба. В связи с этим в городе введен режим повышенной готовности. Часть потребителей переведена на обслуживание ТЭЦ-3 и резервные мощности. На месте аварии сейчас идут работы по ликвидации последствий. Кто-то после аварии на ТЭЦ-2 жалуется на холод в квартирах, а некоторые горожане на серьезные коммунальные аварии в домах. Валентина Аскерва выясняла, действительно ли резкое падение давления в системе связано с ЧП на ТЭЦ или это лишь совпадение. Взять сидел вот так вручную, все держал, все, оно все равно хлестало, да, и он говорил, кипяток больным. Давление поднимается, зашкаливает пульс. Виолетта Брониславовна до сих пор не может прийти в себя после бессонных суток. В ночь на понедельник ее разбудил шум, рванула труба. В комнатах хлынул кипяток. В три часа ночи, да, здесь свич прям из трубы горячей воды пошел. Я позвонила сразу в аварийную службу. Мне сказали, вы на очереди десятые, значит ждите. И вот проходит полчаса, мы звоним еще, и вот так вот периодически все, вот три часа было, да, мы звонили. С полтретьего, вот у меня есть доказательство, только в 5.25 приехала к нам аварийная. Результаты промедления аварийной службы не заставили себя ждать. Стена промокла, пол вздулся, ковры на мусорку. Ущерб на десятки тысяч рублей. А вода примерно докуда была вот уже? Если вот так брать, то почти колодка у нас была. Ну, представьте, два с половиной часа, да. Просто она впитала в полотенце, в постельные. Нашему телеканалу юристы пояснили, что аварийная бригада ни в коем случае не должна была медлить с выездом на место ЧП. Существует постановление гостроя номер 170, которое регламентирует предельные сроки устранения неисправности на трубопроводах горячего водоснабжения, топления, то есть, ну, раз это связано с горячей водой, в любом случае это или то, или другое. И там у нас срок стоит немедленно. То есть, ни в коем случае устранение такого рода неисправности не могло занимать дольше получаса. Почему аварийная служба так долго ехала, нам попытались пояснить и в управляющей организации «Каскад», который обслуживает дом. Наложились как бы несколько обстоятельств, и вот рухнувшая труба на ТЭЦ-2, а эти дома питаются именно от этой ТЭЦ. Скорее всего, ушло переподключение по линии с одной линии на другую, и был гидроудар. Скорее всего, ну это мы видите, мы же не экспертная организация, мы управляющая компания, мы можем только предполагать, что это тоже послужило одной из причин, что случилась вот такая вот ситуация аварийная на доме. Были ли какие-то зафиксированы коммунальные аварии в квартирах в связи с ЧП на ТЭЦ? Информации такой не поступало с диспетчерской. Ну и чисто физически они не должны быть связаны с данным нашим происшествием. По чьей вине произошла коммунальная авария, вопрос, наверное, не приоритетный. Самое важное, кто будет оплачивать дорогостоящий ремонт в квартире пенсионерки Виолетты Брониславовны? В управляющей компании заверили, что заботы об этом лягут на плечи аварийной службы, которая не приехала вовремя. Последние, кстати, уже сделали выговор. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин, Николай Шилко. День с толком. Продолжим. Смерть школьницы в Рубцовске разделила город. Одни уверены, что в ее гибели нет подтекста, другие, что не последнюю роль в ухудшении состояния ребенка сыграли представители лицея. Моя коллега Анастасия Дороган провела в Рубцовске день и уверена, что о гибели говорят главным образом ученики, их родители и выпускники. А в этих разговорах в соцсетях существует версия, что немаловажную роль сыграла школа. Если бы не шум в соцсетях, мало кто узнал бы об этой трагедии. Спустя почти неделю после смерти 12-летней девочки в Рубцовске пытаются понять обстоятельства случившегося. Сотрудники кладбища и похоронной службы помнят эту процессию. В череде прочих сходу называют имя-фамилию ребенка и спорят, что подтекста в трагедии нет. Источник из похоронной службы зачитал нам выписку из заключения смерти. Инородное тело в одном или нескольких отделах дыхательных путей, дыхание и заглатывание пищи, приводящей к закупорке дыхательных путей. Как я поняла, мать пошли в баню, она вот когда начала у нее все это происходить, она вышла, видать, хотела закричать. И получается на промежутке между баней и дома она упала на бетонную тропинку. Однако в пабликах города звучат совсем другие версии. В обсуждении участвуют, как правило, лицеисты, а именно в лицее училась девочка, их родители и бывшие ученики. Звучит мысль, что связь этой трагедии с лицеем возникла потому, что за несколько часов до смерти девочку ее маму вызвала на ковер завуч. Они пролили в своем классе на парту корректор и это сняли на видео, как они его оттирали. Какому-то мальчику накапали на штаны и вроде как этот мальчик как раз, ну как бы сказал про это видео в тиктоке. И вот эту вот девочку своей мамой ее вызвали к директору. От этого и отталкиваются последующие версии. По одной из них девочка расстроилась настолько, что свела счеты с жизнью, приняв много таблеток. Пойна школы знает девочку, как бы она не могла такое совершить. Еще была одна теория, что она пришла домой, у нее заболела голова, как мама и говорила ее. Приняла таблетку от головы и могло давление подняться и в сумме вот этого всего могло вот так вот произойти. Все говорят, что там у нее что-то было с сердцем и как сказано, что ей стало плохо, может быть из-за стресса, из-за чего-то еще. Ну как сейчас ВПР идут и может быть из-за этого. Походу через разорение. Я когда быстро что-то поворачиваю, у меня мальчик так происходит, что у меня замутняется на несколько секунд и начинают болеть глаза. Мне капец. В пабликах пишут, что это голосовое девочке маме было последним. Некоторые усматривают в описании состояния признаки инсульта. А причины таких ощущений называют одну – общение с завучем лицея. До слез может довести. Она не будет прям очень жестокие вещи говорить. Когда я ее вижу в школе, она в основном либо в плохом расположении духа, либо на кого-то орет. Сегодня ко мне на личный прием пришло двое из трех родителей, участвовавших в беседе. Двое родителей подчеркнули корректный тон и педагогические допустимые методы проведения воспитательной беседы. Ко мне пришло 35 родителей навстречу. Из них большинство выразили позитивную оценку климата в школе, принятие школы. Ольга Казанцева вместе с психологами выслушала родителей, записала замечания, дала рекомендации, как общаться с детьми после трагедии. Начальник управления образования Рубцовска Алексей Мещерин оценил атмосферу в лице как адекватную. И отдельные фигуры в этой трагедии пока не рассматривают. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств гибели ребенка. Назначены ряд экспертиз, в том числе медицинская и токсикологическая. Тем временем родители умершей девочки на связь не выходят. По словам мам других учеников, они не готовы общаться. Создаются впечатления, что дома они почти не бывают. Ольга Казанцева сказала, что постарается связаться с семьей девочки, но нужно ли это им, пока непонятно. Как и то, кто больше не готов мириться с трагедией. Родители погибшего ребенка или ученики лицея, не согласные с политикой образовательного учреждения. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов, День с толком. Первая партия эпивак короны поступила в Алтайский край. Людей уже несколько дней прививают в Третьей горбольнице Барнаула. Сегодня заветный препарат получили и бейчане. Привиться можно в четвертой больнице. Эпивак корона жителей края очень привлекает. Причину этого, как говорят в Минздраве, понять не могут. Вроде бы вакцины отличаются не сильно. Так сильно ли отличаются? И как разные специалисты относятся к векторовской новинке, расскажем в сюжете. Больше 3200 доз новой вакцины получили только в Третьей Барнаульской горбольнице. Эпивак корона производства новосибирского центра «Вектор» привлекла барнаульцев. Врачи подтверждают, приходит много желающих поставить себе именно эпивак корону. Хотя главврач видит преимущество перед спутником только для медиков. Действия у них одно и то же. Разница только больше для нас, для медицинских работников. Эпивак корона новосибирская хранится в обычном холодильнике медицинском. От минус 2 до минус 8 градусов. В то время как спутник Ви нужно хранить в замороженном виде как минимум минус 21 и выше градусов. Это хорошая новость. Как нам сказали специалисты, вакцина очень удобна в хранении. Значит, скоро поедет во все отдаленные районы и попадет даже в выездные прививочные кабинеты. Есть и плохая. Людям с онкологией эпивак корона не подойдет. В этой вакцине, которой эпивак корона, не рекомендуется ее вводить лицам, которые имеют онкологические заболевания и злокачественные заболевания онкологической крови. Поэтому здесь нужно быть очень и очень осторожным. Некоторые ученые и врачи и вовсе выступают с критикой новосибирской вакцины и приводят аргументы. К примеру, если спутник уже получил международное признание, то почему до сих пор нет внятной научной статьи о результатах исследований вакцины эпивак корона в независимых международных журналах? Или почему наличие антител после вакцинации определяется лишь тест-системами, разработанными самим же центром Вектор, то есть разработчиком эпивак короны? Основная претензия так и не ясна, на каких именно пептидах все-таки в итоге сделаны эпивак короны. Не ясно, почему антитела выявляются только тест-системой, сделанной Вектором и больше никакими другими. И почему в гражданском исследовании серая конверсия около 70%, ну 71 где-то, а в статье заявляется сотни. В интернете можно найти открытое письмо, которое участники третьей фазы клинических испытаний и гражданской вакцинации написали главе федерального Минздрава. В нем эффективность эпивак короны поставлена под сомнение. Но мы лишь приводим данные. А выбор, какой вакциной прививаться, каждый вправе сделать самостоятельно. Разумеется, при учете рекомендаций врача. Андрей Дреер, Дмитрий Денисов. День с толком. Накануне в суде Центрального района прошло очередное заседание по делу скандально известного детского сада «Хэппи Бэби». Если раньше родители потерпевших детей вместе с судьей отсматривали кадры истязаний, то сейчас на протяжении трех часов слушали, как их малышей душили, толкали и наносили им удары. Передаю слово моей коллеге Ирине Корчагиной. За этой историей следит уже вся страна. Как издевались над детьми в элитном детском саду «Хэппи Бэби» знают уже даже в приемной президента. Накануне в суде Центрального района прошло очередное заседание по громкому делу в закрытом режиме, без журналистов. Кстати, на это заседание впервые подсудимая Елена Воротникова, она же заведующая детским садом, приехала на автозаке. Напомним, в марте этого года ее задержали. До этого Воротникова находилась под домашним арестом. Вместе с Воротниковой на скамье подсудимых четверо воспитателей. Все они фигурируют на этих кадрах трехлетней давности. 176 эпизодов издевательства, 15 потерпевших детей. Раньше на судебных заседаниях мы, большой период времени, мы смотрели, что делали с нашими детьми. Сегодня мы все это слушали. Все время звучит схватила, толкнула, потащила, нанесла удар, закрыла. Ну, то есть, просто это какая-то бесконечность. То есть, на этом заседании огласили протоколы осмотра видеодоказательств. На протяжении трех часов прокурор зачитывал четыре тома, всего их 20. Далее, в перспективе, суд приступит к допросу свидетелей, чтобы понять, какой размах приобрела эта история. Только задумайтесь, в следственную группу вошло около ста сотрудников. Кстати, Воротникова сейчас передвигается на автозаке и находится под арестом. По другому делу, касающемуся не истязания детей, а образовательного гранта. Предполагается, что Воротникова обогатилась на субсидии. Понимаете, ей выдавался грант 15 миллионов на детский сад. Абсолютно очевидно, что образовательная деятельность в этом садике не велась. Там истязали малышей. И мы считаем, что такие лица, как Воротникова, они должны нести полную ответственность за все, что совершили. И за свои действия относительно получения бюджетных средств на деятельность, которая не велась. И за то, как они это получили, каким путем. И за то, что происходило с нашими детьми. Следующее заседание по делу истязания детей состоится на следующей неделе. Когда суд поставит точку в этой истории, пока сложно сказать. Но вот, кстати, недавно одну из мам, Юлию Постоветенко и ее адвоката, принимали в Москве в администрации президента. Известно, что о деле по Happy Baby будут докладывать на коллегии Генеральной прокуратуры России. Как правило, на таких коллегиях присутствует и сам Владимир Путин. Ирина Корчагина, Николай Шелко. День с толком. Выдающийся ученый с мировым именем, академик, почетный житель Алтайского края и Бийска сегодня отмечает юбилей. 90 лет исполнилось Геннадию Викторовичу Саковичу. Сегодня он принимал поздравления и подарки. Подробности далее в сюжете. Это вот гривы якутской лошади, поэтому вы всегда будете на коне, наверху. И в то же время вот этот вот инструмент, он будет отгонять все плохое, все злое. Все будет вокруг вас добром отличным. Единственное, я знаю, что в Ягутии почерелки и лошади. В свои 90-е он полон сил, энергии и оптимизма. Геннадий Викторович Сакович в Бийск приехал больше 60 лет назад. Его пригласили на работу во вновь созданную лабораторию, где занимались разработкой новых видов ракетного топлива. Именно под его руководством в нашей стране были созданы самые мощные баллистические носители, морского базирования и гиперзвуковые ракетные носители. Неоднократно из рук президента Геннадий Сакович получал высшие государственные награды. В 2019 году он был награжден Орденом за заслуги перед Отечеством второй степени. И Сакович стал первым в Алтайском крае, кто удостоен такой высокой награды. Геннадий Викторович – это научный лидер в городе Бийске. Это великий ученый, внесший огромный вклад в то, что у нас сейчас паритет в ядерных силах, и никто не строит планов по нападению на нашу страну. Геннадий Викторович очень много сделал для науки и промышленности в стране. Сегодня с юбилеем Геннадия Викторовича поздравили друзья, коллеги и представители власти. Виктор Томенко отметил, что во многом благодаря заслугам Саковича Бийск получил статус наукограда. Геннадий Викторович действительно человек, с именем которого всегда или очень часто связаны слова «впервые», «первые», «самые первые» и так далее. Это действительно так. Губернатор края вручил Геннадию Саковичу знак «Заслуженный работник науки и высшего образования Алтайского края». А в ближайшее время 20-летний юбилей отметит созданный Геннадием Саковичем Институт проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения Российской Академии наук, где Геннадий Викторович сейчас является научным руководителем. Впереди большие планы и новые разработки. Алена Кисеева, Иван Зяблицкий, День с толком. На Колыванском камнерезном заводе появилось новое оборудование. Оно обошлось в 10 миллионов рублей. Теперь работа на предприятии пойдет значительно быстрее. В чем особенность оборудования и как вообще живет завод, которому нынче уже 200 лет, расскажет Анна Рашегирова. Если бы Колыванскую царицу ВАЗ, которую еще с 19 века красуется в Эрмитаже, делали сегодня, то работа заняла бы не долгих 10 лет, а считанные месяцы. Сейчас на заводе есть все, чтобы за пару минут распилить камень с точностью до миллиметра. Достаточно лишь нажать на кнопку. А еще пару лет назад этот процесс занимал часы. Берете линейку, вымеряете, какую толщину, какую. Это все было вручную. Директор завода «Взахлеб» рассказывает о новом оборудовании. На его приобретение из краевого бюджета было выделено 10 миллионов рублей. Оборудование позволяет обрабатывать камни гораздо быстрее, чем было раньше. Не надо будет отправлять это все на Урал, в Челябинск. То есть периодически в месяц мы два раза отправляем посылкой по три, по четыре диска. Это как минимум у нас около трех недель, плюс финансовые затраты большие. Правда, часть оборудования еще ждет своего запуска. Не хватает пары деталей. В целом же работа в цехе кипит. Из камня здесь делают все – от сувениров до бордюров, которые потом используются при строительстве дорог. При заводе есть и свой художественный цех. Здесь из порфира, яшмы и других редких камней получаются вот такие мозаики. Это предварительный просмотр, называется сухой набор, без склейки. Потому что потом, когда склеим, невозможно заменить детали. Где-то бывают пролеты. То есть в одном киссоне камень работает, то есть он с плоскости смотрится, по тональности, по световой гамме. А когда мы раскладываем в большом пространстве, в поле, в котором она работает, он, к сожалению, не работает. Приходится менять. Одна такая работа занимает больше месяца. А заказов немало. Приходится работать в несколько смен. На предприятии около 70 человек. И все они знают, что главное в работе с камнем – терпение и высокий профессионализм. Она расшагирует день с толком. Барнольский фан-клуб, созданный для особенных детей, отмечал на днях настоящий праздник. Звезды спорта исполнили мечты ребят. И подарки от известных спортсменов нашли, наконец, своих хозяев. Подробности в видеосюжете. Я всегда была рада, счастья и счастья. Я это очень долго ждал. И когда произошло, мне прямо было счастье невыносимое. Кумир Даниила Артем Дзюба. Капитан сборной России по футболу. И один из самых результативных игроков питерского «Зенита». Мечтой Даниила была футболка от известного футболиста. Исполнить мечту, как и желание других детей, помог проект «Особенный фан-клуб». Анна Серова и его организатор рассказывают, изначально было желание просто приобщить ребятишек с ограниченными возможностями здоровья к спорту. Хотелось еще больше их привлечь к данной индустрии. И мы начали узнавать, есть ли какие-то у них желания, мечты. И поняли, что действительно они являются большими поклонниками тех или иных спортсменов. В созданный фан-клуб, говорит Анна, не нуждается в помощи государства. Основную и самую сложную часть работы, а именно достучаться до знаменитостей, делают простые и небезразличные люди. Их главное оружие – интернеты и соцсети. Мы записали шесть видео обращений к Александру Овечкину, Артему Дзюбе, Дине Рине Аверину, Денису Лебедеву, Люсьану Тяшевой и Криштиану Роналду. Обратную реакцию удалось получить от всех, кроме Роналда. Но Анна надеется, что они все же смогут достучаться и до португальского футболиста. Остальные спортсмены прислали своим маленьким поклонникам подарки и памятные письма. Итак, барабанная дробь, мячик от Дины и Арины Авериных! Ура! Да, подписаны? Да, подписаны, смотри. Конечно, они же тебе там на видео говорили о том, что они тебе Варвария, Арина и Дины Авериных. Анна рассказывает, доставка подарков стала настоящим квестом. Чтобы исполнить мечты маленьких любителей спорта, организаторам пришлось задействовать не только почтовые компании, но и своих друзей из разных городов и даже стран. Если подобные алтайскому фан-клубы появятся в других регионах России, исполнять мечты особенных деток будет проще. Ну а задача на ближайшее время связаться с кумирами еще одной группы юных фанатов, ведь они тоже ждут исполнения своих желаний. Татьяна Голубева, Артем Гусельников, Андрей Печоркин. День с толком. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях, а через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар».